Работая с шаблонами деталей, в программе Cloud3D есть возможность не только импортирования файлов, сохраненных в формате DXF, но и использования любых других шаблонов, которые вы можете, например, взять из открытых ресурсов сети интернет. То есть импортировать какие-то готовые шаблоны. Как это сделать? В окне 2D, я перейду в него, мы создаем полигон. Вот у нас есть функция прямоугольник. Сейчас он может быть абсолютно произвольных размеров. Этот же полигон мы с вами увидим, вот он появляется и в окне 3D. Я вернусь обратно. Далее, используя ресурс программы Graphic 2D Pattern, мы загружаем заранее скачанную картинку, рисунок, ну вот, например, и задаем размеры этого рисунка. То есть можно вот здесь задать параметры, высота, ширина, ну я возьму, например, метр. Так, вот у меня получается, появляется, визуализируется картинка, которую я могу передвигать. И могу изменять ее масштаб путем увеличения или уменьшения. Вот на окне, в окне 3D мы тоже видим эту картинку, которую мы можем перемещать. Мы ее подстраиваем под размеры аватара с помощью линейных измерений. Для того, чтобы нам выбрать эти линейные измерения, мы воспользуемся функцией в окне 2D. Мы можем выполнять измерения отдельных участков. То есть и эти измерения у нас будут показаны в цифрах. Мы можем ориентировать параметры конструкции под параметры аватара. Что делаем далее? Дальше мы обводим шаблоны деталей сначала нагруба по всему контуру. Мы обвели с помощью функции полигона деталь спинки. Теперь выбираем редактирование детали и редактирование кривизны. То есть теперь мы можем редактировать линию горловины. Не забываем о сопряженности срезов. То есть вы выполняете корректировку и так далее по всем участкам конструкции. Итак, обвели все детали. Дальше что нам нужно выполнить? Для того, чтобы правильно их потом сориентировать, мы можем на деталях нанести конструктивные уровни. Для этого выбираем функцию Base Polygon и от линии талии мы наносим положение одноименной конструктивной линии. Также можно начертить линии бедер и так далее. В зависимости от той задачи, которая перед вами поставлена. Если нам нужно оформить, например, талиевую выточку, то мы тоже поставим дополнительную линию, отменяем и далее что мы должны выполнить? Теперь наши детали мы можем вывести из нашего прямоугольного полигона и та подложка, которая у нас была, нажатием на кнопку DEL мы ее удаляем. То есть у нас остались только наши детали. Детали спинки и полочки. Как я уже сказала, для того, чтобы определить соответствие переведенных таким образом шаблонов деталей параметром фигуры, нужно воспользоваться измерениями. В данном случае мы можем, зная измерение длины спины до талии, сориентировать его на нашей конструкции. То есть посмотреть, сколько эта цифра. Шаблоны деталей мы должны далее пропорционировать. В данном случае основным измерением для проведения такой функции может быть размерный признак длины спины до талии. То есть с помощью функции измерения мы можем этот участок измерить на конструкции. Сейчас он у нас 54,6 сантиметра. Это очень большая величина. Для выбранного аватара фигуры с ростом 170 этот параметр будет составлять около 40 сантиметров. То есть вы можете взять размерные признаки фигуры для выбранного роста и полнотной группы и определить значение этого параметра, длина спины до талии. Для того, чтобы правильно выполнить пропорционирование, мы можем воспользоваться прямоугольным полигоном и задать его размеры. Например, ширина у нас может быть абсолютно любая, но я возьму 50, а высота у меня будет определяться значением размерного признака, длина спины до талии и плюс небольшая прибавка для платья. То есть, например, плюс еще 0,5 сантиметра. То есть я возьму 40,5. Только правильно пишем. Вот здесь дано в миллиметрах 400. Вот в данном случае по условному вот такому ориентиру я спропорционирую деталь спинки. Обводим детали и мы можем уменьшить. То есть мы проверяем соответствие. Вот, то есть получается, в принципе, мы можем также еще раз выполнить контрольное измерение этой величины. Вот, 400 и 3. В чем плюсы и минусы такого способа импортирования шаблонов деталей? Плюс в том, что вы можете использовать абсолютно любую конструкцию, модельную или базовую, которые есть в открытом доступе в сети интернет. То есть вы просто путем обводки формируете шаблоны деталей в программе Кло 3D. Минус такого способа, несмотря на его простоту и универсальность, в том, что при постепенной обводке шаблонов вы можете не согласовывать какие-то значения одноименных срезов. То есть можем где-то побольше подвинуть линию, уменьшить ее. То есть после вот такой обводки следующим шагом должно быть обязательная проверка шаблонов деталей на сопряженность, накладываемость срезов и соответствие длин соединяемых срезов. То есть в данном случае, видите, даже получилась у нас кривизна несколько неправильная, некорректная. Поэтому необходимо выполнять корректировку этих шаблонов, то есть доводить их до идеального состояния. То есть также определять и сопряженность срезов одноименных деталей для того, чтобы в дальнейшем правильно выполнять сшивку и этапы моделирования. То есть вот продемонстрирован еще один способ загрузки. Также далее после того, как вы шаблоны деталей получите, можно с помощью функции Symmetric Pattern создавать симметричные детали. так как это было показано ранее. И с помощью сшивки по сегментам либо свободного сшивания мы осуществляем их соединение по соответственно участкам. В данном случае в окне 3D у нас появились все детали, которые мы также можем ориентировать относительно фигуры с помощью точек расположения. Например, если вам надо выделить две детали, пользуемся шифтом. Вот мы их ориентируем. Детали полочек, пожалуйста. И также работаем с деталями спинки. В качестве базы данных для последующей визуализации модели в Кло 3D вы можете использовать не только шаблоны деталей, но и лекала, которые также через DFX формат можете импортировать в программу. Но работа с лекалами в данном случае не будет являться корректной, потому что сшивка осуществляется в программе встык, поэтому нам нужно избавиться от технологических припусков. Как это сделать? Еще обратите внимание, что при импорте лекал на контурах появляется большое количество разделяющих точек, что тоже не очень удобно и, соответственно, затрудняет процесс шивки. Поэтому, что мы выполняем? Посмотрите, пожалуйста. Мы должны выделить лекало и нажатием правой клавиши мыши выбрать Offset Pattern Outline и дальше выбираем функцию не Extend, которая добавляет нам... Посмотрите, вот, да, давайте я увеличу побольше, поставлю... То есть вот у нас появился такой большой припуск уже к нашему. То есть нам это в данном случае не нужно. Я отменю свои преобразования. Нам нужно выбрать наоборот. Уменьшить площадь, то есть минимизировать припуски. Мы выбираем функцию Retrack. И если мы знаем, какие у нас заложены технологические припуски в лекалах, соответственно, значение этого припуска и выставляем. Ну, в данном случае, смотрите, эта функция у нас не является активной, не может быть использована. Есть на то определенные причины. Может быть, это связано в том числе и с особенностями сохранения лекал в программе и последующего импорта. То есть если получается так, что эта функция у вас не может быть использована, мы воспользуемся другим способом. Для этого, для того, чтобы нам убрать величины технологических припусков, мы используем вот такую функцию преобразования. То есть нам надо деталь обрисовать и извлечь. То есть мы начинаем обводку по участкам каждого участка. Не забывайте при обводке нажимать на Shift и выделять последовательно все линии. После того, как деталь обведена, правой клавишей мыши нажимаем и используем функцию Trace as a Pattern. Вот наша деталь без технологических припусков готова. То есть тем самым мы в детали убрали все технологические припуски по срезам. Еще раз покажу возможности той функции, которая в первом варианте у нас не сработала. Вот сейчас у нас есть шаблон. Я также использую ту же функцию. В данном случае покажу вот на примере. У нас видно, что припуск добавился, который я установила. Давайте его изменим, например, на 5 мм. Мы можем по-разному оформить угловые участки наших будущих лекал для того, чтобы их экспортировать из Кло 3D, например, в 2D-сапр или на печать. А теперь давайте покажу функцию наоборот. Уменьшение детали. Вот видите, контур у нас ушел вовнутрь. Давайте побольше я поставлю. То есть, опять-таки, в зависимости от того, какая исходная база у вас будет для работы в программе Кло 3D, база шаблонов, лекал, или вы воспользуетесь какой-то готовой модельной конструкцией, вы используете разный способ импорта и дальнейшей работы. Продолжение следует...